привет девочки привет мои родные сейчас мы с вами погадаем на тему такую где и с кем он сейчас на четырех королей на игральных картах девочки сейчас объясню по быстренькому где какой король если кто не знает если кто хочет поглубже покопаться и и понять где какой король у меня будут ссылки на два видео про описание королей мои дорогие и сейчас мы с вами вытянем их я немножко про них расскажу вы загадаете мы посмотрим где и с кем он сейчас и так девочки крестовые выпадают первым это зеленоглаз девочки либо карь глаз это обязательное условие голубоглазых очень мало но они такие кудрявые высокие худощавые и у них обычно какой-то знак есть еще определенные но я таких знаете такой знаете один процент теста его в принципе не рассматриваю да ладно давайте дальше посмотрим это зеленоглазы кори глаза с вьющимися волосами это мужчины за которыми очень много женщин влеком их идет да и можно иногда сказать что это бабник но они всегда это девочки бабники просто они притягивают женщин как магнит почему потому что они решают много кармических каких-то задач и для одной женщины это на месяц отношения на неделю на пару часов да там даже какой-нибудь одноразовые могут быть отношения а может и и на всю жизнь но что девочки крестовый чей крестовый забирайте дальше мы посмотрим где и с кем он сейчас бубнюха бубновый король выпал девочки это голубоглазый сероглазый мужчина с прямыми волосами в основном высоких худощавый но бывают еще такие знаете небольшого роста но такие прыгучие вертки и сбитые до мужчины они очень любят деньги они любят бумаги у них в основном такие работы связаны с бумагами с деньгами девочки они скромные они хорошие мужья в общем у них даже вот прямые носы если у вас у вашего мужчины курнос и нос да то это скорее всего к червовому пойдет но а червовом позже немножко мои дорогие загадывайте бубнового своего а вообще когда выбираете короля то вы вы знаете по ощущениям его ловите по своим истинным ощущениям потому что иногда короли прыгают с одной масти в масть и девочки я даже вот смотрите загадываю все время себя но когда я гадаю на себя я загадываю на крестовую когда когда девочки иногда меня видят мужчины бубновой то есть именно меня видят бубновой то есть я обращаю внимание на бубновых тоже почему потому что у меня светлые волосы да и я девочки по определенным своим причинам я получается в перехожу в другую я вам попозже расскажу куда я перехожу я перехожу в другую масть да я это чувствую меня физические изменения тоже происходят так пиковые мои дорогие пиковый король это король который носит форму обязательно работает от звонка до звонка у него я вам даже на примере нашего пикового с вами показывала да что они любят носить форму пико выходят либо просто весь в черном как говорится для того чтобы заниматься своими какими-то делами и вторая у него форма это камуфляжная девочки да потому что у него хобби там рыбалка хобби и он все время в этой форме там строит что-то себе у него тоже в камуфляж и черная одежда камуфляж и черная одежда как говорится так что вот таких вот просто каких-то они не носят другую одежду пиковые не носят это могут быть врачи девочки они очень контрастные он либо контрастный по отношению к другим людям которые его окружают в тот ореол в котором они живут например черненькие вокруг светленькие либо девочки он может быть контрастным по отношению сам к себе белая кожа черная как смоль волосы это веснушки могут быть еще что-то в общем как в старых гаданиях это была карта военного она в принципе так и осталась только в реальных нашего мира вот я вам расшифровываю и давайте посмотрим последнего короля червова девочки если кто не знает на какого короля загадывать загадывайте своего мужчину на червового но произносите его имя и фамилию до имя отчество фамилию если у него такого имеется дальше начало мужчину мы загадываем когда мы сама червовая дама мы загадываем на червового мужчину, девочки. А, ну, уточню про этот момент. Многим червовым нравятся и крестовые, и других мастей, да. Но обратите внимание, что супругами в игральных картах всегда являются одной масти король и дама. В принципе, практически такой же принцип и у Таро, да. Но Таро, он более развернутый, он более глубокий. А для таких вот повседневных гаданий всегда хватит 36 картей, да. И можете гадать. В общем, червовой девочке, у него есть что-то женственное. У него либо попа больше, чем плечи, либо у него покатые плечи. Может, у него какая-то женственная прическа, пышные ресницы, большие, глубокие, голубые, либо карие глаза. Зеленоглаз их здесь нету, да. И они склонны к полноте. Пухляшки могут быть такие, да. Но они такие вкусные. Червовые девочки вкусные, они нежные. Они очень красиво показывают свою любовь. Кстати, надо снять для вас видео, как какой, где по масти мужчина, как он свою любовь реализует. Даже вот поэтому вы можете узнать своего мужчину, мои дорогие. Ну что, болталка такая у нас закончилась. Выбирайте своего мужчину, назначайте его. Как у вас лежит сердце, девочки? Я вам советую смотреть весь расклад на каждого мужчину, потому что вы, может быть, для себя сделаете где-то и какое-то открытие. Потом вспомните, какая вы дама. Если вы не знаете, какая вы дама, обратите внимание на четырех дам. Как учиться определять что-то на игральных картах? Либо таро. Нужна наблюдательность, девочки. Нужна какая-то такая внутренняя логика, интуиция. Без этого, вот просто, знаете, вынь да положь, научи гадать на картах, такого не бывает. Только интуитики, только те люди, которые наблюдают к мелочам, пристрастны, те и будут нормально и хорошо гадать на картах и себе, и людям, кому угодно. Если просто типа научи, что каждая карта значит, они все значат именно в колоде, девочки. Понимаете? Так. Ну что, выбрали мои хорошие? Ну, давайте. Собираем королей. Мешаем карты. Вы можете, кстати, купить даже себе 36 картей. Ну, там в колодах больше продается, лишнее достаете. Особенно всяких джокеров, девочки. Это лишние карты, и они... На них, например, сводят болезни, порча и все остальное. Если вы найдете на улице карты джокера, да, это самое опасное, что даже можно будет просто увидеть, девочки. Ну что, давайте посмотрим, где и с кем он сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну что, мои дорогие, смотрим, смотрим расклад. Сначала мы будем с вами слева на право, сверху вниз смотреть королей. Первый идёт пиковый, червовый, потом идёт, девочки, потом мы ищем короля. А кто-то у нас потерялся, и это потерялся крестовой, девочки. Третий будет, и четвёртый будет бубновый. Также посмотрите, где какая дама лежит. Вот пока я буду рассказывать про королей, обратите внимание, где какая дама, девочки. И обратите внимание, внизу прошлое, сверху будущее, справа слева настоящее. Расклад, он, в принципе, плюс-минус три дня, туда-сюда. Но они прямо сейчас действуют, потому это гадание называется «Где и с кем он сейчас?». Я уже смотрю вот это вот гадание, даже на ютубе пытаются делать на Таро, девочки. Но на Таро, где и с кем он сейчас, там должен быть один принципиальный расклад, которого я не видела. Ну ладно. На игральных картах – это экран, когда выкладываешь именно все 36 картей. И именно в ситуации, где и с кем человек, он сейчас для просмотра нужны все карты, девочки. В Таро выложить все карты невозможно, для этого надо определённый расклад. Но я его нигде не видела. Никто не придержится принципа. Ну, короче, будьте осторожны. Так, ну что, поехали, девочки. Пиковый сначала у нас выпал. Где у нас находится пикуша? Пиковый у нас, девочки, смотрите, у него выпало два здесь туза. Да, пиковый туз и червовый туз. Девочки, он готовит какое-то гнездо. Это может в общем таком понятии быть, да. Это связано с его домом. Либо, девочки, он строит дом, либо он наводит порядки в своём доме. Либо что-то связано с жильём. Может, он как раз на карантине сидит, да, и ему нечем заняться. И он занимается именно гнездом своим, да. Мой дом, моя крепость. Так, у него шестёрка червовая, восьмёрка червовая. Король червовой, девочки, здесь выпал. Знаете, что происходит с пиковым королём? Пиковый, девочки, любит, влюблён. Он думает о любви сейчас. Реально вот о любви. Но так как мы видим, что вот сейчас впереди над ним и возле него не выпало никакой дамы, да. Это значит, что он не находится именно с той дамой, в которую он влюблён, да, или любит. Но смотрите дальше, мои дорогие. Смотрим, что у него внизу. Внизу туз крестовый. Смотрим, что тут лежит у него. Дама пиковая и валет пиковый, девочки. И очень близко к нему вот эти вот все три туза вышли. Ну, один только, бубновый далеко, и бубновый к нему не относится, этот туз. Но раз, два, три. Они к нему как-то подтягиваются. К чему-то пиковый готовится, мои дорогие. К чему-то очень важному в своей жизни, да. Что-то у него поменяется. Он к этому готовится, девочки. И вот это вот какое-то гнездо вьёт, как птица весенняя, понимаете. С его местом жительства связано то, что он к чему-то его готовит. И он выпал в червовых картах. Это говорит о том, что он много девочки думает. Прям, знаете, занимается своими делами. И всё, на все эти дела наложены червовые карты. Говорит, что он любит девочки. В его сердце живёт любовь. Что же он такое готовит? Так. Ну ладно. Давайте дальше посмотрим, девочки. Что у пикового будет в будущем? Да, в принципе, я вам скажу, это время какого-то даже морального, либо физического отдыха у него, да. Будет отдыхать. Ну, этот человек, как говорится, в пещерку свою ушёл. Там сидит, девочки. Эта пещерка у него может быть настоящая, каменная. Может быть, его пещерка в голове. То есть он ушёл в себя, девочки. В себя, в своё гнездо. И ему хорошо, девочки. Ему хорошо. Так, давайте дальше посмотрим. Червового. Что у Червового? Где и с кем он сейчас, девочки? Червовый мылится на встречу. Причём это встреча с человеком, с которым он недавно конфликтовал, либо вообще не разговаривал долго, либо долго не виделся, как будто это какой-то старый друг, либо родственник, с которым был либо конфликт недавно, с которым он уже помирился или мирится, либо, девочки, это какой-то старый его знакомый, с которым очень долго не было никакой связи, и он с ним будет разговаривать. Червовый очень обрадуется. Дальше у него тут вот сверху и справа, обратите внимание, что тоже ничего не выпало. Я вам скажу, что это какое-то полулежащее, полусидящее состояние. То есть сегодня Червовый будет проводить время, сидя, полусидя, полулёжа. И, девочки, обратите внимание, что у него... Не, я тут скажу, потому что оно сюда идёт. Вот если я вижу эту позу полусидячую, полулежачую, да, он вытягивает ноги у него, как-то, знаете, с попой у него сегодня какие-то такие, не то что проблемы, да, у него как скапливается кровь именно в этой пятой точке, девочки. К чему это идёт, я не знаю, но вот мне вот эта полусидячая, полулежащая поза, которую он хочет занимать и занимает, девочки, связана именно с тем, что у него что-то там фокусируется. Если у вас есть возможность сделать... Я сейчас даже не шучу, девочки, но если у вас есть возможность Червовому пожмякать попочку его, да, пожмякайте, потому что тут, я бы сказала, массажа даже какого-то не хватает мужчине. У него почему-то с двух сторон, да, и с ног, и со спины, получается, кровоток направлен вот сюда. И, получается, он и принимает вот эту вот позу для чего-то. Интересно, да? Дальше, что у него было, девочки? А вот этот, кстати, валет пиковый, что у него было? Валет. Прямо под ним выпал, но ничего такого серьёзного, да? Это и не серьёзное что-то, но как будто бы что-то поломалось. Вы знаете, как берёшь ветку, да, и обламываешь её наполовину. И вот у него недавно такое вот было, что-то обламывалось наполовину, девочки. Что-то поломалось. Со здоровьем ли это связано? Ну, не знаю, тут где-то так далековато от здоровья. Но вот... Что-то обламывалось, девочки. Что-то могло обламываться. Ну, так что-то вышло. Ничего у него особого не происходило. Но обратите внимание, мои дорогие, кто гадает на червового, да? Во втором ряду по отношению к нему, уже такой подалёкой диагонали, но всё же выпала пиковая дама с семёркой червовой, девочки. Это я вам скажу так. Если вы не сама пиковая, то обратите внимание, что к нему неровно дышит какая-то именно пиковая женщина. Ну, вот неровно дышит, и она как бы как с прошлого идёт. Она за ним наблюдает, она за ним следит. Ну, ничего такого. Ничего такого на сегодня от девочки не выпало, чтобы на что-то обратить внимание. Дальше. Давайте посмотрим Крестового, девочки. А вот у Крестового тут, походу, какая-то всё-таки Санта-Барбара есть. Так, девочки, Крестовый. Крестовый решает вопросы бумажные. Либо ему кто-то пишет, напишет в ближайшее время, либо он уже какие-то письма по почте получил с документами связанные. Это могут быть письма счастья там с налоговой или ещё откуда-то, да? Извещения какие-то. Ну, вот как посылки, девочки, могут быть. Дальше. Он выпал с дамой Крестовой, девочки. Я вам скажу. И мало того, что дама Крестовая здесь выпала, так, смотрите, все дамы четыре, раз, два, три, четыре, они вокруг него, понимаете, практически идут. И одна рядом с ним. Девочки, про Крестового могу сказать так. Если он у вас одинокий, и вы не являетесь его парой, то сейчас, прямо здесь сейчас, он делает свой какой-то определённый выбор, да? И будет находиться как раз-таки, общаться именно с той женщиной, на которой он планирует жениться девочке, с которой он планирует отношения и всё остальное. Ещё это может означать очень сильные, глубокие думы о своей даме Крестовой, понимаете? И причём у Крестового есть такая фишка. У него думы о его даме сильнее становятся, да? Роковыми такими становятся его мысли о его любимой женщине именно тогда, когда его окружает больше других женщин, других мастей, да? То есть, Крестовый, он сам по себе привлекает всех дам. Но когда он привлекает, не то что он сам на них влияет, и они на него влияют. И именно в тот момент, когда вокруг него собирается много каких-то женщин, он как раз-таки очень сильно начинает думать о своей любимой женщине. Девочки, я очень хочу, чтобы этой любимой женщиной для него были вы, если вы этого тоже хотите. Но, смотрите, девочки, через одну бубновую семёрку выпала дама червовая. Я вам скажу здесь так. Тут ещё вот эти вот на две десятки тоже обратила внимание, да? Ему кто-то ещё пишет. Ну да, если женщина собирается, то вашему Крестовому кто-то ещё пишет, пишет с интересами какими-то женщинами. Причём тоже собирается, о, я тут смотрю, десятка, десятка, десятка. На девяточки тоже обращаю внимание, да? Вот эти вот какие-то приходы новостные у него идут. Тут ещё девятка и десятка. И, о, ещё девятка. Да, девочки, у Крестового сейчас очень много каких-то дел. Причём они связаны как раз-таки и с женщинами девочки. И каждая женщина сейчас от него что-то будет требовать. Это могут быть и любовницы, и жена девочки, и дети девочки, которые старше 14 лет, да? Это на работе коллеги, короче, женщины вокруг него собираются в какой-то круг девочки и формируют. И как раз-таки либо сегодня, завтра, или максимум, девочки, послезавтра у Крестового будет выстреливать общение именно в сторону той женщины, которую он выбрал для себя. Понимаете? Я говорю это в общем, но я думаю, что многие из вас поймут, да, кому будет. То есть, даже если вы, девочки, сами ему напишите, предложите ему встречу и все остальное, и он согласится в эти ближайшие три дня с вами встретиться, либо он сам будет вам написывать, девочки, да? Обратите внимание, что вы как раз-таки к его Крестовой супружнице-то и относитесь вне зависимости от того, какой вы сама масти. Он вас видит как свою масть, как свою фамилию. Вот такие дела. Дальше, мои дорогие, давайте уже следующего короля рассмотрим. И следующий король у нас, девочки, Бубновый выпал. Так, Бубняха. Бубняха выпал в самом низу, как говорится, потому что у него все впереди. Он, девочки, либо собирается в какую-то дальнюю дорогу, либо это на работу он собирается, девочки. Причем в конкретном, ты, знаете, как в командировку собирается, так он и на работу собирается. Либо вещи постиранные он эти берет, новые, либо чемоданчик собирает, да? Но что-то он, короче, готовится к работе своей. Он выпал в двух семерках. Это сборы, девочки. Сборы куда-то. Текать собирается или что? Дальше. Возле него выпала в том же ряду дама Бубновая, девочки. То есть, смотрите, еще две, ой, две говорю. Две пики выпалила, да? Шестерка и семерка пиковые. Это он так либо вздорил, да, либо какие-то неприятности доставил, либо ему доставила его дорогая, может, жена девочки, да? Ну, вот кто-то из таких вот родственников. И он как будто собирается. Возможно, он, девочки, от кого-то уходит. Может и такое быть. Может, он уходит от одной женщины куда-то. Либо он вот на работу так собирается. Ну, короче, знаете, с каким-то маленьким чемоданчиком. Так, впереди у него выпали пики, девочки. Девятка и десятка пиковые выпали, да? Я вам скажу, и тут вот еще пика тоже повторяется с креста. И тут вот с креста повторяется. Но тут вот тоже взять. Я вам скажу, у него сейчас с деньгами не ахти. Вот у него и в ближайшее будущее тоже будет потерять денег, девочки. Как будто он будет на что-то такое тратить, которое ему на самом деле нафиг и не нужно. Либо это будет вот платить за что-то, какие-то налоги, кредиты там или еще что-нибудь. И он будет не в лучшем состоянии из-за этого, да? Ну, короче, у пикового сейчас какое-то даже и выяснение каких-то даже отношений, какие-то неприятные такие вот ситуации, да? Когда его обижают, девочки, бубнового обижают. И причем его обижают, это даже не сколько просто конкретно люди из-за того, что они хотят его обидеть, сколько девочки его сейчас, как говорится, не балует судьба в прямом смысле. Причем как по деньгам, так и по любви. И вот это вот по любви, чирва и пика девятки по любви не балует, по деньгам не балует и не будет баловать. И как будто он только отдает, отдает, а ему, как говорится, ничего. Изменится ли эта ситуация, девочки? Ну, в ближайшее время как-то так. Тяжеловато будет. Вот я даже сейчас дальнее будущее смотрю. Тут, получается, зеркалят вот эти вот две. Десятка пика и чирва пика, да? И, получается, они опять повторяются. То есть в любви как-то не фонтан, да? А вот тут вот зеркалят две карты, которые не фонтан с деньгами. Жалко бубнуху. Бубнуху жалко. Но дело в том, что я даже могу здесь дать совет определённой девочке ему, да? Если он развернётся и заедет в дом своих родителей, либо вот тут вот выпадает вот эта карта, да? Либо он куда-то на место силы своей вернётся, там, где он либо у вас как-то родился, не в роддоме, да? Либо вот на какое-то вот своё место вернётся, откуда он как-то вышел давным-давно, да? То у него как раз таким... С деньгами-то вопросы решатся, а вот с любовью нет. Он как-то не по правильному какому-то пути идёт. Может, как раз-таки мне эта дорожка и выпадает, что он куда-то собирается, а это ему не нужно. Не нужно ему это, девочки. И получается, что он сейчас как выбирает не тот путь. Если у вас есть возможность, да, надо как-то попробовать девочке скорректировать и либо ему вот обмануть его где-то со временем. Если он собирался с дома выходить даже в одно время, в чётный час, да, надо попросить его выйти в нечётный час, да? Ну, хотя бы так как-то решать. Я так думаю, ещё знаете, девочки, тут скоро полнолуние, да? И вот как раз-таки расклад на три дня. И я так думаю, что тут ещё и с полнолунием этим связано. И вот как раз-таки через три дня, вот в полнолуние, если на него погадать, на Бубнова, а мы с вами всё-таки погадаем, да? Да, девочки, если что, напомните мне. И дело в том, что если Бубнового будет очень сильно носить, в расклад по полнолунию будет мешаная карта, непонятно что, да? То это может быть как раз-таки и приворот какой-то, работать на него. Потому что мне как говорят, вернись назад. Вот карты хотят сказать. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был раскладик. Мы его повторим на днях, девочки, на полнолуние. Всё, котики, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok